Я Еременко Александр Сергеевич, представитель ТОВ Политрейд и в свое время учредитель Светловодсполута. Хочу открыто заявить, что на сегодняшний день директор новоназначенный Дмитришин Дмитрий Дмитриевич не назначался Политрейдом и в сборах акционеров и в сборах учредителей лично я участь не принимал. На сегодняшний день я считаю, что Юрий Николаевич стоит во главе рейдерского захвата по поддельным документам ТОВ Светловодсполут. Документы на значение Дмитришина Дмитриевича я не подписывал, протокол считаю поддельным, соответствующие заявления в милицию в прокуратуру и в СБУ написаны. И на сегодняшний день все, что происходит на территории предприятия идет просто разваливание и просто, будем так говорить, дерибан Светловодсполута. Потому что те люди, которые находятся на территории Павловской, Куцевич и Попов, являются основными, будем так говорить, в нашем городе идейными деятелями, которые преследуют автономное отопление. И их цель одна, и как уже озвучил Юрий Николаевич Котенко, их цель это признать недействительным создание СПТОВ Светловодсполут, что влечет за собой выплату с кредиторами и полное банкротство предприятия. На сегодняшний день на территории предприятия находится неизвестная охрана, неизвестные личности, без документов, без паспортов. Кто их нанял, они не пускают ни меня на территорию предприятия, и некоторых даже сотрудников, тех, которые работают на сегодняшний день на предприятии. Начинают угрожать, увольнять, назначать новых людей. Это влечет за собой, на сегодняшний день уже провален процесс гидравлики, и влечет за собой не начало отопительного сезона в следующем году. И считаю это действие, просто, будем так говорить, одной из основных целей этих действий, это является то, чтобы перевести город на автономное отопление, обанкротить предприятие, которое на сегодняшний день платит до 7 миллионов налогов ежегодно. Это официальная информация, которая находится в налоговой, ее можно проверить, и дает 170 человек, сотрудников, дает рабочие места. Ихняя цель разрушить, разобрать это предприятие, как сделано с многими предприятиями в нашем городе. Вот и все, ради личной наживы. Так как Юрий Николаевич боится то, что он в следующий срок на выборы не пройдет. В принципе, все, что я хотел сказать, я думаю, что я некомпетентен в том, что виноват он, не виноват, это дело следствия. Я на личное оскорбление переходить тоже не буду, как он любит это делать. И хочу одно сказать, этими делами занимается прокуратура, СБУ, милиция, и им давать свои выводы. Но в очередной раз повторюсь, что протокол сбора учредителей и назначения Дмитрия Дмитриевича считаю поддельными. И я их не подписывал, так как они мне не сумели предоставить ни одного оригинального документа. У них всего лишь копии. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать на сегодняшний день. То, что жильцы останутся города без отопления, это все вопросы к Юрию Николаевичу. Он на сегодняшний день возглавил рейдерский захват предприятия СПТО «Светловодский побыт». Многих интересует хронология событий. Что происходило на «Светловодском побыте»? Ну, я могу сказать одно, что в пятницу, где-то в районе часу дня, мне перезвонили сотрудники нашего предприятия, что подъехали неизвестные личности с несколькими микроавтобусами людей спортивной внешности. И от них представитель, который пригласил Дмитрия Дмитриевича, и с ним приехал Филоненко, господин, который представляет Светловодскую мельскую раду, является первым заместителем мельского головы. И этот человек, будем так говорить, который руководил этими ребятами в этих микроавтобусах, долгое время вел с нами переговоры о том, чтобы мы отдали и дали зайти на территорию, не назначав мою директором Дмитришином во главе с Филоненко. Филоненко не выходил из машины, он сидел в машине, приходил Дмитришин. В общем так, он на мою просьбу не предоставил ни одного оригинального документа, он не предоставил копии документов. После этого копии нотариально заверенные были. Что в этих документах? В этих документах есть протокол сбора учредителей, якобы мною подписан, который я не подписывал, и в сборах участия я не брал, и назначение Дмитришина, больше ничего, никаких документов у него нет. Все, протокол, где указано, что увольняется предыдущий директор, назначается новый директор, и там ограничения по суммам и тому подобные вещи. Но я опять повторяюсь, я этот протокол не подписывал, участия в сборах не брал, и не получал уведомления о сборах. Но там именно стоит моя фамилия, подпись не моя. Что дальше было? После этого, будем так говорить, в присутствии представителя самообороны, сотрудников нашего предприятия и представителя местной власти, которого я не помню, как его звать, который привез именно этих ребят угрозами, чтобы они не начали штурмовать территорию Светловодспобута. Будем так говорить, что мы бы мирным путем сдались, ушли с территории и оставили все как есть. Это происходило на глазах милиции, после чего мы договорились, что 10 человек останется наших сотрудников самообороны, 10 зайдет их, зашли 10 крепких здоровых ребят спортивного телосложения. Мы определенное время с ними пообщались и пришли к выводу к тому, что не стоит, наверное, ни одно предприятие, таких жертв и не будем устраивать там побоища и угрозы, после, будем так говорить, многих угроз, мы приняли с коллективом решение покинуть территорию предприятия. Юрий Николаевич так к нам и не приехал на наше приглашение, мы его несколько раз приглашали. Сегодня я попытался тоже зайти на территорию предприятия, опять там стоят неизвестные люди, которые опять меня тоже не пустили на территорию. Но так происходила ситуация. После этого, мне как стало известно, я подъехал посмотреть, приехал Юрий Николаевич вместе с Павловской, Куцевичем, Филоненко и Поповым. Приехали на территорию предприятия, начали там ходить, засматривать территорию предприятия. После этого, как они все смотрели, они сели и уехали, и после этого уехала милиция. Три дня предприятие находилось без присмотра, без охраны, и только какие-то посторонние люди, без документов, без трудовых книг, без ничего находились на территории предприятия. И сегодня поступила такая информация, что даже спецодежду, будем так говорить, выходные, вывезли спецодежду работников, которые они недавно получили, с территорией предприятия, и тоже есть свидетели, которые это все видели. Сегодня понедельник, рабочий день. Что сейчас происходит на ситуации? Предприятие полностью заблокировано, сотрудников отправляют домой, кого увольняют, кому вы, будем так говорить, высказывают недовиру, хотя они не имеют на это права. Хочу запомнить, ну, будем так говорить, обратить внимание на то, что по статуту увольнять сотрудников имеет директор только после решения учредителей. На сегодняшний день таких решений не принималось, людей начинают запугивать, не пускать в админздание, не пускать на территорию некоторых сотрудников, их выгнали с территории. Предприятие не работает. Что сейчас должно выполнять предприятие? Какие-то работы, подготовиться? На сегодняшний день, неделю назад, должно было быть проведена гидравлика, после этого должны быть отмечены, будем так говорить, проблемные участки теплотрасс, колодцы, начало проведения ремонтных регламентных работ, проверка котлов, оборудования, давления. Но на сегодняшний день, в связи с тем, что прошло, будем так говорить, уже полторы недели, вода с трасс ушла, потому что никто задвижки не перекрывал и никаких процедур не проводил. На сегодняшний день провести гидравлику практически нереально и очень дорого будет. Чем это чревато? Это чревато тем, что в следующий отопительный сезон люди имеют все шансы остаться без центрального отопления на сегодняшний день. То есть сделать это немножко позже невозможно? Не будет времени. Во-первых, это по финансам очень затратно. Это должны работать все сетевые насосы, все насосные станции. Это должна быть, это будет покупаться электрическая энергия, обл.энерго, что не предусматривается предприятием. Обычное предприятие использует свою электрическую энергию, так как у него стоят свои когенерационные установки именно с этой целью. Сейчас их запустить нереально, потому что остановлен отопительный сезон. В принципе, это может привлечь к отсечению многих микрорайонов, отключению отопительный сезон, в связи с тем, что не знает ни начальник теплотрассы, ни у нас инженер, какие участки требуют ремонта, какие порывы серьезные, если там магистральные трубы, это внутридомовые сети. Никто этого сказать не может. А так вам как бы с опыта скажу, что это достаточно большой объем работы, и за краткое время, месяц-два ее не сделаешь. Дальнейшее развитие событий, какие ваши действия дальше? Что вы будете предпринимать? На сегодняшний день есть компетентные для этого органы, есть милиция, прокуратура, СБУ, они сейчас этим всем занимаются. Наша основная задача сейчас не дать разграбить предприятие, не дать вывезти оттуда оборудование, материалы, спецодежду тут же элементарное вывозят на сегодняшний день. Три дня находилось предприятие без охраны, абсолютно без милиции, без присмотра милиции. Что там сейчас происходит, я сказать не могу, но я думаю, что наши есть законы, и мы будем идти только по стороне закона. Мы будем поддаваться тем методам, которые поддалась местная власть, наняв непонятных людей с противной внешности. Мы не будем. Я на сегодняшний день генеральный директор Распадовский полосковых. События, которые сейчас развиваются на предприятии, могу прокомментировать следующим образом. Я с 8 октября нахожусь в отпуске. Узнал через средства массовой информации мои подчиненные, что у нас произошел рейдерский захват во главе, и возглавил этот захват миски голова, Юрий Николаевич Котенко. Так называемый рейдерский захват сегодня на территории попытался зайти с обеда. Меня не пустили. На проходной находятся люди, которых я не знаю, с которым никаких трудовых отношений у меня заключено не было. Поэтому, что там сейчас происходит, могу увидеть только через забор, грубо говоря, и со слов работников, которых сегодня пустили на предприятие. 15, 14 числа я был на рабочем месте, приехал представители, учредители общались, когда с проходной позвонил начальник охраны моей, Христенко, о том, что пришли люди в сопровождении заместителя мэра, как бы новое руководство. Со своей стороны был, по-моему, с сотрудниками милиции, со своей стороны дал команду пропустить директора, потом Юрий Николаевич проехал, с сотрудниками милиции и Минского угла, ну, то есть это представитель, учредитель. Второй представитель, с другой стороны, был на территории, то есть хотели пообщаться, выяснить эту ситуацию. Котенко отказался заходить, отказался заходить и господин Дмитришин. Ну, это коротко все, что на сегодняшний день происходит. Сейчас предприятие, на предприятии заместитель мэра Филоненко, несколько человек из полкома, что они там делают и что, знаю только по разговорам со своими работниками, что закугивают. Ну, в принципе, это видно было даже из выступления господина Дмитришина, кто не с нами, тот будет уволен. То есть законодательство о труде, я так думаю, будет нарушено у многих. И местному суду трудовых споров будет в этом году, я думаю, предостаточно, если ничего не изменится. На сегодняшний день срываются все предварительные работы по подготовке отопительного сезона. очень сложно предвидеть все, что будет происходить и как это будет происходить. Все соответствующие заявления во все органы, какие возможно, написаны, наданы. Я так понимаю, что сейчас работает в этом направлении ни один отдел и прокуратуры, и СБУ, и милиции. идем только в правовом поле, никаких отступлений от законодательства, я думаю, не будет с нашей стороны. Те документы, которыми я располагал у регистратора, я увидел протокол собрания учредителей, копию, вернее, копию, повторюсь, на мой вопрос одному из учредителей Еременка Александру Сергеевичу, что это такое, потому что я просто тут подчиняюсь сборам. Мне было сказано, что я не подписывал, я не участвовал. Ну, в принципе, у меня нет оснований не доверять Александру Сергеевичу. Тем более, он, я был следителем, написано им и подписано ни одно заявление в разные силовые структуры. Субтитры создавал DimaTorzok